Одним из камней преткновения на пути Украины к долгожданному безвизу была малоэффективная борьба с коррупцией. О проблемах с подачей ей декларации в последнее время не говорил разве что ленивый. Дошла очередь и до парламента. Какие ответы искали нардепы и нашли ли? Моя коллега Анна Каменева расскажет. Самый легкий день в парламенте неожиданно превратился в самый горячий. Вчера нардепы решили вызвать на ковер четырех руководителей госструктур. Сегодня прийти согласилась только глава НАПК Наталья Корчак. Депутатов это возмутило. Они хотели выслушать главу НКРЄ Дмитрия Вовка по вопросу об инплате за газ. Волкар! 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 Мы выкликали клерков сюда для звита. Хай они прийдут и прозвитуют по экстраординарных ситуациях, которые они понастворили. Сегодня давайте посвятим нормальный час заслухать представителей НАЗК. Так же мы выделим нормальный час, час, для того, чтобы заслухать пана Вовка. До него очень много вопросов. И чтобы оно не было скомкано все в один комок. В итоге целых полтора часа посвятили антикоррупции. Главе НАПК Наталье Корчак у депутатов уйма вопросов. Сначала о ее финансах. Назвите, какую самую премию вы себе выписали. Первое. За что? Это второе. Вы все могли задать вопросы. И на каждый вопрос мы задаем одну и ту же самую ответ. 200 тысяч гривен была премия. Но эти премии получили все за работу. За свою работу. Какая работа? Коллеги, успокойтесь. Не гандите. Не гандите. Механизм финансирования политических партий. Запущенный процесс электронного декларирования. Почему до этого времени на ЗК вы говорите, что вы очень профессионально работаете, не запустили электронную проверку деклараций? Зверните внимание, что у нас есть ответственность за данный направление работы. Вот для того, чтобы у нас не было голословных заявок, я и хочу, чтобы был проведен аудит. Разобравшись с деньгами Корчак, депутаты вспомнили и о своих кровных. Возмущаются, как их декларировать, если система то и дело виснет. В чем технические проблемы того, что зависает система? В том, что тысячи и тысячи людей не могут войти в систему и эффективно на ней работать? Мы работали с системным администратором. Мы вместе с ним высовали недолики, но технический программный субпровод и бесперебильное функционирование регистра – это работа системного администратора. Согласно с законом, вы организовываете персонально работу национального агентства. Вы персонально несете за это ответственность. Если вы говорите, что у всех виновен системный администратор, давайте мы вас извольнимо с посады. На ваше место призначим системного администратора и будем его спросить, почему это все не работает. После жарких споров добрались и к вопросу ответственности. Чернівецького национального университета, где вы мне также выкладывали, нас чили в том, что невидворотность и ответственность за свои посадовые действия. Чи вы можете написать заявку, пойти в отставку? Мне очень приятно поспілкуваться, как говорят, с одним из своих ученых. Поэтому, может быть, надо было двойку поставить за участие. Для того, чтобы мы закончили эти препятствия,